Московская биржа планирует во втором квартале провести первую сделку на своей pre-IPO-платформе. Что это такое и чем-то интересно для частных инвесторов? Обсудим первую часть на этой программе. После перейдем к долговому рынку. Прямо сейчас конъюнктура. Это рынки сейчас, тут Никит Макаров. Что происходит на мировых фондовых площадках? Четвертый день подряд падает американские индексы. S&P 500 потерял вчера на торговой сессии 0,6%. Сейчас фичерсы подрастают на 0,2%. Весь негатив связан в первую очередь с истребинными заявлениями Джерома Пауэлла, председателя ФРС, о том, что ключевую ставку придется удерживать на высоком уровне еще довольно долго. NASDAQ высокотехнологически потерял проценты и четверть. Это более высокое падение. И, конечно, под давлением при жесткой кредитно-денежной политике находятся именно высокотехнологические компании. До Джонс Индастриал вчера потерял всего лишь 0,12%. На азиатских торгах позитив на всех рынках. Лично материковом Китае он не такой большой. Всего лишь 0,1% прибавили основные индексы. Гонконгский индекс Хонсенг подрос на 0,8%. В Корее и в Японии тоже плюс. Корейский Коспи добавил 2%. В Европе сейчас торги проходят разнонаправленно. Исток 600 плоско торгуется. Немецкий DAX 1,1 прибавляет. Французский как к 40,25. На московской бирже негатив. 2,0 теряют. Провалились за отметку 3450. И пока что не могут выбраться и трейдеры. Закрытие сегодняшнего дня будет показательным. Индекс РТС на динамике рубля против бивалютной корзины. Рубль сейчас отыгрывает около 0,5%. РТС подрастает на треть процента. Итак, рубль против доллара 93,84. И 100 рублей 4 копейки за евро. Евро доллар 1,065. Доллар против корзины мирных валют несколько припал. 105,9 пунктов. Юань почти 13 рублей 12,95. И биткоин сегодня стоит 62 400 прибавляет 2%. На товарной секции нефти марки Brent продолжает свое падение. 87 долларов за бочку Brent. Золото 2399 долларов за тройскую унцию. Пол процента прибавляет сегодня. Из больших движений палладий 1,5% добавил. Вместе с медью алюминий почти 3%. Растет железная руда на процент и 0,2%. Поговорим поподробнее о том, что такое платформа при IPO и чем она важна для частного инвестора. Роман Андреев, управляющий активами, присоединяется к нам. Роман, добрый день. Добрый день. Роман, вот Московская биржа планирует в втором квартале провести первую сделку на своей при IPO платформе для квалифицированных инвесторов. Что это такое и для чего это нужно? При IPO платформе это платформа, где компании, которые готовятся к IPO, могут разместить свои акции для определенного, скажем так, круга лиц. Это совершенно не новое явление. В мире оно существует много десятилетий. В России, по-моему, лет 5 существует. И платформ таких уже полно. Штук 10, как минимум, есть. Даже Банк России у нас лицензирует подобные организации. Вот биржу в очередной раз решил отобрать у брокеров хлеб и забрать часть этого бизнеса себе. Посмотрим, как получится. Но зачем еще одна площадка? То есть Мосбиржа предлагает убрать посредников и сделать комиссии ниже? Все действия Мосбиржи последние несколько лет направлены на то, чтобы исключить посредников из своей цепочки. В принципе, достаточно неплохой вид бизнеса и для частых организаций, и для Мосбиржи. Просто есть достаточно большое количество компаний, которые по тем или иным причинам не могут сделать IPO. Допустим, не проходят по каким-то показателям или характеристикам, или слишком маленькие, или еще какие-то вещи. Но денег хочется. Ну и, соответственно, всегда есть кто-то, кто готов эти деньги в долг дать, взять на себя большой риск при этом, естественно. Ну и, естественно, всегда найдется организатор торгов. Как я уже сказал, аналог подобной платформы – это практически любая краудфандинговая платформа. Только просто при IPO платформе деньги собираются более целенаправленно, и есть определенный отбор среди людей, которые должны получить доступ к подобной площадке. Ну, все-таки IPO сложно сравнивать с краудфандингом. Здесь есть определенный механизм, который согласован с регулятором, легальный механизм. И, наверное, все-таки здесь предполагается какой-то due diligence и roadshow, наверное. А для кого вообще будет доступна эта платформа? Платформа будет доступна для квалифицированных инвесторов. Я надеюсь, что не отступит ни модбиржа, ни наш ЦБ от подобного правила, потому что для простых физиков это было бы не очень приятным явлением. А так, да, в принципе, на самом деле основное отличие биржи от краудфандинговой платформы или, допустим, от интернет-обмен пунктов или еще от чего-то – это, во-первых, стандартизированность действий. И, во-вторых, это определенный, скажем так, фейс-контроль со стороны эмитента и со стороны инвестора. Ну и, естественно, определенные правила покупки-продажи, которые все регулируются и надзираются какими-то государственными органами. В нашем случае это ЦБ, ну и, возможно, Минфин или какие-нибудь некоммерческие организации типа Науфер. А вот у этой при IPO-платформы Мосбиржи какой будет фейс-контроль? Кого надо будет допускать, в кого можно будет инвестировать через эту при IPO-платформу? Ну, по поводу квал-инвесторов я сказал, а что касается эмитентов, вот тут вопрос, на самом деле, интересный. В общем, Мосбиржа, она очень расплывчато заявляет о том, кто будет допущен торгам. Ну, скажем так, это, во-первых, компании средней и малой капитализации, хотя я не могу понять, как можно посчитать капитализацию компании, когда она еще не разместилась. Ну, небольшие компании в секторах с понятными перспективами, тоже очень расплывчатая формулировка. Ну, и, соответственно, будет некое собеседование, интервью, где потенциальный эмитент должен, в общем-то, доказать, что деньги, которые будут ими браться, это, во-первых, будет обязательно, ну, не обязательно, но желательно, кэш-ин сделка. То есть, деньги будут тратиться на развитие компании, ну, и, соответственно, надо будет показать, наверное, какие-то документы, рассказать о перспективах, ну, и тогда еще предоставить аудиторское заключение, естественно, и пройти какой-то аудит. К чему тоже, в общем, достаточно большое количество вопросов. Ну, площадка ориентируется на размещение в диапазоне от 200 миллионов рублей до 1 миллиарда, и до конца года биржа ожидает 5 новых эмитентов. Вообще, какие перспективы развития этого направления? Мы увидим появление еще каких-то площадок при IPO, и будет ли среди них, между ними, конкуренция? Ну, как я же сказал, площадок при IPO полно, начиная там от совсем инфо-цыганских и кончая площадок типа запуск, которая лицензирована Банком России. Так, а что там вы еще спросили? Я забыл. А какие перспективы до этого направления? А, перспективы, на самом деле, появляться? Перспективы очень большие. Я думаю, что как раз с появлением площадки от Мосбиржи произойдет некий передел сектора, где Мосбиржа либо уберет лишних игроков с шахматы, доски, ну, либо просто как-то их в себя интегрирует. А перспективы очень крутые, очень колоссальные. Ну, очень мало компаний могут позволить себе как финансово, так и технически выходить на IPO, включая, в общем-то, и взятие кредитов в банке. И, соответственно, выход попросить денег у, скажем так, частных инвесторов очень и очень неплохим. Кажется, если посмотреть по деятельности, скажем так, тех площадок, которые уже существуют, там достаточно большие объемы проходят. Это при том, что сектор, в принципе, дикий. И, ну, хоть и начал регулироваться нашим ЦБ, но, в общем-то, происходит это не совсем давно. Так что перспективы есть и очень много, особенно в условиях текущей изоляции, которые мы наблюдаем. Сейчас проблемы вообще с финансированием много у кого есть. Несмотря на то, что в России остались запертыми еще большое количество денег, тем не менее, финансирование люди нуждаются. Ищут как раз посредника, который может эти деньги, которые у многих просто лежат просто так, перенаправить тем, кому они нужны. Но, повторюсь, тут дьявол кроется в деталях. Можно из хорошей конфетки превратить в бог знает что, в место, где люди будут деньги терять, обманываться, ну и так далее. То есть тут надо очень большие усилия приложить, чтобы, во-первых, сделать справедливым размещение. Я так понимаю, что Мосбиржа пытается сделать для того, чтобы больше, скажем так, бумаг при размещении попадало в руки физиков, а не брокеров. Ну вот с этим, на самом деле, большие проблемы. Если Мосбиржа справится, то, конечно, она молодец. Интересно. Спасибо большое за экспертизу. С нами разговаривал Роман Андреев, управляющий активами, про платформу при IPO. Может сложиться впечатление, что это такое IPO на минималках, но посмотрим, как это все будет работать. Второй темой поговорим про экономику России, в частности, про долговой рынок. Вчера Минфин разместился, разместился неплохо. Здесь и ОФЗ, ПД 26207, и ОФЗ, ПД 262044. Но самое интересное, что розничные инвесторы разогнали доходности корпоративных бандов, доходности бумаг, компании и ОФЗ аномально сблизились. Поговорим обо всем об этом и о том, что делать частному инвестору на долговом рынке с Никитой Бородановым, аналитиком финансовой группы Финам. Никита, добрый день. Добрый день. Никита, как вообще складывается конъюнктура на долговом рынке? Как последние принты инфляции, курс рубля отражаются на нем? Да, ну вот, как вы сказали, вчера прошел один из аукционов Минфина. Всего Минфин запланировал на второй квартал 1 триллион рублей занять, из которых 300 миллионов – это 10 лет и менее. Вчера наблюдался довольно неплохой спрос, то есть разместился Минфин на 71 миллиард рублей при спросе 120 миллиардов и доходность средневзвешенная 13,8. По инфляционным ожиданиям ставки и ВВП заметно, что ожидания аналитиков по поводу всех этих значений начинают повышаться. То есть повышается ожидаемая средняя ключевая ставка, повышается уровень инфляции, ожидаемый к концу года средний, и, соответственно, повышаются также ожидания при этом и роста ВВП. Все эти связанные вещи довольно-таки. Можно сказать, в первую очередь, что на конец года предыдущего аналитики ожидали, скорее, что снижение ставки произойдет где-то ближе к концу второго квартала. Сейчас эти ожидания начинают понемногу сдвигаться, я бы сказал, и перемещаться уже на третий квартал. Оттого и растет, конечно же, ожидание по повышенной ключевой ставке средний за год. Но это означает, что еще рано покупать длину по ОФЗ? Вопрос действительно, насколько еще будут расти доходности ОФЗ, потому что, например, индекс RGBI последние несколько дней показал довольно приличное падение, выросли доходности, но вопрос, когда все это упроется в потолок и прекратит дальнейший рост, и придет в некоторое плато, пока АЦБ, соответственно, ожидает каких-либо сигналов о действительно завершении высокого инфляционного давления, переступит к более позитивным сигналам, к подаче более позитивным сигналам и впоследствии по снижению ставки. Ну и в тот момент, конечно же, все начнет падать. То есть пока что это все остается относительно туманным для аналитиков, потому что прогнозы, опять же, изменяются, они повышаются, и все позитивные сигналы начинают откладываться на какое-то время. По поводу картины, согласен с вами, что очень много факторов, которые, мне кажется, даже для АЦБ не совсем ясными представляются. В завтрашнем эфире в 13.30 будем обсуждать как раз революцию зарплат, об этом пишет РБК «Инвестиции», о том, что так или иначе, те зарплаты, которые сейчас получают на СВО, они будут ориентиром для тех, кто уже работает в мирное время, а кто возвращается, они уже не будут согласны за среднюю зарплату, которая на мирном материке действует, не будут соглашаться. Это, конечно, бешеный проинфляционный фактор, учитывая, что у нас жесткий рынок труда и минимальная за десятилетие безработица. Поэтому ЦБ вполне может удерживать ставку еще и дольше, а некоторые аналитики даже придерживаются мнения, что может и поднять. Вот в таких условиях мы выяснили, что ОФЗ пока еще не очень привлекательный, тем более, что Минфин разместил для институционалов 13,5-13,8 доходность, те, которые на вторичном рынке ОФЗ, можно 14-ю доходность взять, может быть, кому-то интересно 13-ю доходность зафиксировать на 10 лет. Но если говорить про облигации, которые интересны частному инвестору, какие доходности сейчас привлекательны? Ну, тут, конечно, наверное, стоит сказать о том, что сейчас сужаются действительно спреды по корпоративным облигациям. Они, ну, аномально узкие действительно. Всего того, что, конечно же, повышается доходность ОФЗ одновременно с этим, то получается, что, например, облигация какого-либо прям совсем крепкого первого эшелона начинает выглядеть уже не очень выгодно, но, однако, есть некоторые корпоративные размещения различные, которые могут быть интересны, особенно при участии того, что сейчас на первичном рынке часто спред или купон идет с какой-либо премии ко вторичному рынку. То есть тут можно найти какие-то интересные инструменты. Давайте о них и поговорим. Да, ну, начнем, наверное, с недавнего размещения Selectel. Один, наверное, из самых интересных выпусков, который произошел, в принципе, в ближайшее время. Компания быстро растет, она очень стабильная, очень интересный эмитент. Большой спрос, на самом деле, на их бумаги, хоть и бумаг, на самом деле, у них не настолько много. Вот была погашена одна первая бумага недавно, насколько я помню. Соответственно, довольно интересное размещение, которое произошло недавно, уже на вторичном рынке. Уже даже цена, как вы можете заметить, выше номинала. Очевидно, что довольно интересный инструмент. Говоря о других размещениях, ну, можно сказать, что сейчас, во-первых, очень популярна займ на облигационном рынке у эмитентов лизингового сегмента. В частности, я хотел бы выделить, наверное, облигации эмитента Балтийский лизинг. Они с переменным и купоном, привязаны к ключевой ставке. Буквально час назад, полтора часа назад, было объявлено финальный ориентир по купону. Это, соответственно, 230 BP к ключевой ставке. Довольно интересный уровень, причем того, что Балтийский лизинг, ну, довольно просто стабильный эмитент. Нельзя увидеть у них, наверное, какого-то колоссального роста, как у какого-нибудь VUS или Selectel, у которых рост бешеный постоянно идет. Но это стабильный эмитент с хорошим рейтингом, RUA минус. Похожая есть история от RES лизинга. Недавно тоже была выпущена. Но почему Балтийский лизинг стоит именно выделить? Потому что RES лизинг немножко перенасытил рынок своими облигациями. У них будет уже 19 бумага и объем вручения 96 миллиардов на данный момент. А у Балтийского лизинга пока что 7 бумаг всего лишь на 37 миллиардов. Поэтому это может быть интересно при учете особенно того, что давление по инфляционной, ключевая ставка долгие. Соответственно, флоутеры еще могут быть некоторое время интересны. Хоть и FES лица начинает уже от них уходить постепенно. Ну то есть нужно будет поймать так же, как и со ФСЗ, этот момент, когда начнутся, по крайней мере, намеки появятся на снижение ставки, чтобы этот флоутер не давал снижение доходности. Ну да, и соответственно, пока что он еще частично актуален, такой новый флоутер. Опять же, при счете того, что не настолько плохой рейтинг. Никита, у нас минутка остается. Еще мы вот третьего эмитента с вами обсуждали. Давайте про него коротко. Да, еще одно размещение, наверное, интересно. Это новый Bef Group, бывшая Белуга. Собирается размещаться. В принципе, опять же, довольно стабильный эмитент. Ничего сверхэкстраординарного. Просто довольно приличный эмитент своего эшелона. Может быть интересный действительно по итогу купон. А есть какие-то намеки на доходность? Точно рассматривать, наверное, сложно, какой там будет спрос именно. Потому что это все зависит в первую очередь от спроса институционалов. А это, конечно, чуть сложнее прогрессированная ситуация. Но опять же, среди такого большого количества, например, лизинговых компаний... Ждать осталось недолго. Размещается 26 апреля. Поэтому увидим. Спасибо, Никита. Будьте в рынке вместе с РБК.